Добрый день, коллеги. С вашего позволения я отключу сотовые телефоны. Думаю, что вы, наверное, сделали так же. Почему я это делаю? На самом деле, за последние 10 лет мы стали заложниками вот этих устройств, заложниками цифр. Я не случайно назвал свой доклад сегодня «Зачем цифра кузовскому ДПО?», потому что это, на мой взгляд, ключевой вопрос, а зачем мы занимаемся цифровой трансформацией? А что мы хотим в итоге получить? Цифровая трансформация, ради цифровой трансформации никому не нужна. Мы от этого устали. За последние 10 лет мы устали от презентаций, которые ставят нас, людей, заложниками того набора слайдов, который мы сами придумали. Мы не сможем от него отойти, даже если очень захочется. Поэтому сегодня я презентацию делать не буду. Мне захотелось побыть с вами живым. Более того, три последних ММСО с 2020 года проходят в онлайн формате, либо в гибридном формате. Основной отзыв от той аудитории, которая сидит по ту сторону экрана, когда вы работаете без презентации, вы заглядываете нам в душу. Вот я сейчас смотрю вам прямо в душу. И я вам, дорогая онлайн аудитория, хочу донести то, ради чего мы все сегодня собрались. Итак, зачем же цифра нужна вузовскому ДПО? Очевидно, что первая история – это как раз история про смартфоны. История про то, что при помощи цифры мы можем привязать нашего клиента, мы можем про него узнать все. Мы можем собрать про него абсолютно любые данные. Обратите внимание, мало кто из университетов вообще работает так же, как работают тех проекты типа скиллбокса или нитологии. Попробуйте на скиллбоксе или на нитологии сделать хотя бы один шаг, чтобы у вас не попросили ваши контактные данные. С первого обращения вам сразу присваивают идентификатор, и на определенном шаге про вас платформа знает все. Это то, ради чего нужна цифровизация тех. И это то, зачем нужна цифровая трансформация университета. Вы хотите получить клиента, значит, вы про клиента должны знать все. Не существует продажников, которые умеют продавать абсолютно незнакомому человеку. Всегда нужна какая-то тема хотя бы для пяти минут разговора. Для пяти минут разговора какая тема будет, с какого сайта пришел, по какому ключевому слову искал, что ему может быть интересно, в каких социальных сетях есть профили, что в этих профилях написано, какие есть увлечения и так далее. Стоит потянуть за одну ниточку, например, за номер вашего телефона, и потихонечку этот клубочек начинает развязываться. И хороший продажник уже увидит на 30 минут разговора. Более того, он подготовится к продаже, выберет из тех курсов, которые у вас есть, подходящие по ключевым словам, и начнет это продавать. Поэтому первая история, зачем цифра нужна в ДПО, для того, чтобы увеличить клиентскую базу, удержать клиентскую базу, продолжить с ней работать. Вы не поверите, за последние три года я проехал, наверное, половину российских университетов. Их становится меньше, поэтому делать это становится все проще. Сегодня я вернулся из Новокузнецка, два дня мы там обсуждали тему цифровой трансформации, трансформации ДПО. Я открою для вас великую тайну. Даже в крупных университетах масштаба федеральных вузов не существует CRM-систем, которые отслеживали бы потенциального абитуриента с момента первого касания, когда он прикоснулся к сайту университета, до момента, пока он вышел из того возраста, когда нужно обучаться. Не существует сквозных метрик позвонить вчерашнему выпускнику и предложить ему курсы ДПО. Нет такой базы данных, нет актуальных контактов, нет человека, который отвечает за это. Вузы теряют потенциальную целевую аудиторию, забывая о ней навсегда. Вузы не думают о том, что у каждого потенциального абитуриента есть папа и мама, которые являются потенциальными клиентами структур, связанных с ДПО. Но как дотянуться, как превратить вот этого потенциального абитуриента в продавца, вузы тоже не размышляют. И это первый шаг, который вузам нужен. Им нужна эффективная CRM-система для того, чтобы получить целевую аудиторию, научиться с ней работать. И это несмотря на то, что в большинстве вузов самыми распространенными факультетами является факультет маркетинга и экономики. Скажите, как же так? Вуз, обладающий основным ресурсом и обучающий людей этой науке, сам не умеет этим пользоваться. Не понимаю. Второй вопрос, который у меня все время возникает к вузам, зачем нужна цифра вообще университета? Если мы посмотрим на реальный бизнес, то в реальном бизнесе цифра совершает три уникальных действия. Первое действие, которое совершает цифра, она меняет каналы маркетинга. Она сокращает количество издержек на привлечение новой целевой аудитории. Вы можете при помощи цифры оценить эффективность любого вашего действия. Вы разместили пост в соцсети, обвешали переход на ваш сайт определенными метками. Через месяц вы прекрасно знаете, сколько человек с этого поставки шло. Вы изменили сочетание слов, вы изменили текстовку, оставили ссылочку на ваш сайт. Вы увидели, что количество переходов стало больше, потому что вы научились строить продающие посты. И постепенно при помощи сбора обратной связи об эффективности каждого вашего действия вы научитесь выстраивать эффективную рекламную кампанию. Вузы этим почему-то не пользуются. Я все время задавался вопросом, и задаю этот вопрос университетам. Скажите, пожалуйста, сколько вы тратите денег на вашу маркетинговую кампанию? Называются разные цифры от 5 миллионов до 5 миллиардов. Я задаю вопрос, говорю, а вы знаете эффективность расходования этих средств? А никто не знает. Никто не считает. Вузы привыкли сидеть на замечательной бюджетной игле, и они не оценивают заработную плату сотрудников, которые выходят в воскресенье на день открытых дверей. Они не понимают, какое количество людей вышло в воскресенье для того, чтобы поработать с абитуриентами. А если связать день открытых дверей со всеми теми мероприятиями рекламными, которые должны были пройти до, и посчитать все расходы, и потом оценить, а сколько заявок было получено на поступление в университет этих людей. Мы не считаем. И посчитать эффективность привлечения одного человека. Бизнес это почему-то считает. Бизнес оценивает, что за последние 5 лет стоимость привлечения одного человека на контракт, например, в Skillbox, выросла в 10 раз. Начинали они с цифры порядка 150 рублей за одного человека, всех расходов, и дошли до цифры, полторы тысячи рублей на сегодняшний день стоит горячий лифт. Это не факт, что он еще купит, и не факт, что он будет приобретать, но если говорить про программы бакалавриата, то сегодня средняя стоимость, ну или на хорошую программу ДПО, средняя стоимость привлечения человека 15 тысяч рублей. И возникает вопрос, а что тогда продает университет, если программа повышения квалификации стоит 4? Где деньги? Никто не знает. Приехал в большой, хороший, замечательный университет, классный университет, и вдруг выясняется, что на пяти разных факультетах, на биологии, на физике, на химии, есть программа переподготовки на 250 часов для тех учителей, которые работают в образовательных организациях, но не имеют педагогического образования. И эти три программы переподготовки абсолютно разные, с одинаковой стоимостью, и руководители программ о существовании друг друга не знают. Проводят набор примерно в одно и то же время, и на каждый из программ по два человека обучаются. И стоимость программ, ну потому что людей нету, 16 тысяч рублей. Когда мы посчитали реальную стоимость, себестоимость этой программы, она оказалась в районе 120. Я задал вопрос, кто доплачивает университету за то, что вы продолжаете в нем работать. Естественно, это не последовало. Это, наверное, те вопросы, которые должны возникать у университета, когда они начинают задумываться о цифровой трансформации. Я бы предложил университетам вторую нишу для цифровой трансформации рассмотреть в формате маркетплейса. По сути, что такое ДПО? В ДПО мы продаем три составляющих. Из трех составляющих готовим уникальный коктейль. Мы берем преподавателей. Своих или чужих, это вопрос открытый. Мы сейчас на него не будем отвечать. Мы берем, ну и продаем их оптом или в розницу, да, как бы на длинных программах или на очень коротких программах, по часовую и так далее, на вебинарах. Мы берем инфраструктуру в виде стульев, мебели, сервисов, в виде замечательных, уникальных лабораторий, материальной базы, которая есть у университета, или каких-то уникальных продуктов. И мы берем сервисы университета. Что такое сервисы университета? Это скорость оформления документов, это скорость приема платежа, это скорость реакции на ваш первый телефонный звонок, все остальное. И вот из этих трех ингредиентов смешивается программа. Для примера могу сказать, я как внешний преподаватель приехал в один из вузов, предложил им провести аудит всех бизнес-процессов, связанных с ДПО. Они спросили меня, как ты это будешь делать? Говорю, я предлагаю запустить программу, которую я придумал, в той модели, которую я придумал, все, что нужно, нужно оформить ее по вашим требованиям, утвердить вашим ученым советом, провести набор, провести программу и расплатиться, соответственно, со всеми преподавателями. Как вы думаете, сколько занял этот цикл? Шесть с половиной месяцев. Шесть с половиной месяцев. 36 часов. Шесть с половиной месяцев ради того, чтобы поработать 36 часов. Достаточно хорошей командой интереснейших экспертов, лидеров рынка. Программа называлась ДПО про ДПО. Мы учили вузовские команды работать и создавать проекты, связанные с ДПО. Выяснилось, что не продавать вуз не умеет, что вся нормативка разработана так, чтобы ее могли соблюдать только те преподаватели, которые работают внутри вуза. внешнему человеку согласовать программу, поставить на ней восемь подписей нереально вообще, потому что он не знает, где эти люди в университете сидят. Никаких электронных справочников про это нет, никакой информации на сайте нет и так далее. И если ты просто отдашь документ для того, чтобы он походил и там собрал подписи, такого вообще не существует. Это к вопросу о сервисах. Возникает вопрос, а цифровые сервисы здесь бы не помогли? Не помог бы здесь документ, а ворот электронный? А не помогла бы его увязка с личным кабинетом на сайте? Вот с того момента, когда я сказал, что я готов стать руководителем образовательной программы по ДПО, может мне надо было выдать какой-то временный логин, пароль, я бы зашел на сайт, заполнил какие-то формочки, они там сами как-то вот походили бы, утвердились. И в определенный момент я бы выбрал аудитории, в которых я должен работать? Или время, в которое мои эксперты готовы выйти в эфир? Ну, увы. Это второй, наверное, вопрос. Зачем вузам? Нужна цифра в ДПО. Третий вопрос, он самый очевидный. И мы им занимаемся, я думаю, что коллеги больше 20 лет, наверное, многие занимаются. Это цифровая трансформация контента. Мы давно должны были уйти от книгоиздания как достаточно дорогого способа перенесения информации из мозга разработчика, из мозга того человека, который придумал эти знания, в мозг слушателей. И в принципе, убрав печатные станки, убрав типографию, убрав логистику и продажу, и выйдя в электронные библиотечные системы, ну, показалось, что мы этот путь сократили. Но где следующий шаг? Где интерактивный контент, который можно создавать за один раз преподавателям? У него появились новые знания, он зашел через личный кабинет, что-то там поменял, и у вас уже абсолютно новый учебник в электронной библиотеке или новый электронный курс. Не слышали, преподаватели не хотят этого. Мы не стремимся в эту сторону. А в ДПО, я по секрету скажу, каждое следующее прочтение курса отличного от текущего, даже на две недели, это уже новый, абсолютно новый образовательный курс. Даже по известному материалу. Более того, когда вы набираете на программу ДПО, вы никогда не знаете, с каким уровнем подготовки к вам придут слушатели. У нас ни один университет не отсекает их по знаниям на входе и не измеряет эти знания на выходе. Потому что вузам нужна рентабельность. Нужно набрать хотя бы 10-15 человек для того, чтобы программа окупилась. Если мы будем всех измерять, соответственно, рентабельности не будет. Но если мы не будем всех измерять, ну, соответственно, у нас количество клиентов будет падать. Что мы, собственно, во всех вузах и видим? Я не нашел университета, в котором выручка от ДПО была бы больше 500 миллионов рублей. Просто не нашел. А реальный потенциал вуза по зарабатыванию на программах коротких, на программах ДПО 30% от бюджета университета. Совокупного бюджета. Вместе с бюджетными и всеми внебюджетными деньгами. Если ваш бюджет 2 миллиарда, соответственно, извините, но 700 миллионов должно быть в нем. Выручки от ДПО. Если у вас в вузе этого нет, ну, значит, вы с ДПО не работаете. Все остальное можно считать погрешностью либо хобби. Это третья история. Четвертая история, которая мне нравится, она очевидная. История как бы не выключать преподавателя из бизнес-процесса, она очевидная. Но есть здесь очень интересная и неочевидная история. Цифра создает стандарт. Когда вы переложили свой учебник в электронный вид и положили его в курс, когда вы сделали этот курс базовым для вашей программы, вы уже не можете отойти от этого контента. Точно так же, как выступая с презентацией, вы не можете отойти от презентации. Вы вынуждены соблюдать требования этого курса. И более того, если у вас по этому курсу работает 5, 6, 7 преподавателей, это уже стандарт знаний, с которым они должны согласиться, с механизмом изложения, с теми методиками, которые вы там применили, со всеми метриками, которые вы там используете. Они должны смириться, согласиться и использовать. Но есть вторая ниша, которая очень интересна, ее активно использует компания Skyeng. Они запрограммировали в цифровую платформу методику преподавания курса. Не материал. У них преподаватель с одной стороны, и ученики с другой стороны. Но они запрограммировали методику. От смены преподавателя методика работы со студентом не меняется. Мало кто попытался это сделать. Но это уникальнейший проект. Я очень надеюсь, что он продолжит развиваться. И анализ на основе больших данных. Что они сделали? На самом деле, они сделали уникальную вещь. Они взяли модуль и предложили его провести разным преподавателям разными способами. Для примерно одинаковых групп людей. И посмотрели, какой способ дает наибольший прирост результата. И этот способ сделали основным. Заложили, запрограммировали, сказали, что если мы преподаем, условно говоря, прошедшее время в английском языке вот так, то 80% наших клиентов его усваивает. И нас этот показатель устраивает. Поэтому работать будем вот так. И когда преподаватель начинает работать в цифровой системе, ему система подсказывает, вот здесь 5 минут вы даете новый материал, вот здесь вы проводите откроз, вот здесь вы хвалите ученика, вот здесь вы обязательно задаете ученику вопрос, и он должен говорить. Не вы должны говорить. И система следит за тем, чтобы вы четко соблюдали инструкцию. И система начинает управлять вами как преподавателем, потому что вы отклоняетесь от методики. Скажите, пожалуйста, кто за последние 10 лет перечитывал методику преподавания своего преподавателя? Уверен, что с момента окончания университета никто. Нас же выпустили, мы же уже умные, мы же сами знаем, как нам надо. Увы, оказывается, в педагогике все не совсем так. Поэтому, когда мы хотим сделать качественное ДПО, не привязанное к преподавателям, а самая большая беда в ДПО, это то, что у нас преподаватели нанимаются на очень короткое время. Мы их пригласили, а у них вдруг в это время командировка. Что делать? Есть схожий преподаватель, но он не знает, как вести, не знает, что делать. Если мы запрограммировали методику преподавания, то любой другой преподаватель с нашей кафедры может спокойно работать с этим курсом. Поэтому здесь четвертая ниша для применения цифры в ДПО. Ну, еще несколько отвлечений по поводу модели применения ДПО. Что дает нам в модели применения цифры в ДПО? Что дает нам в ДПО цифра? Цифра дает максимальный охват целевой аудитории. У меня на прошлой неделе проходил курс для пяти тысяч преподавателей колледжей. Я раньше не мог подумать, что я выступаю на каком-то стадионе перед пяти тысячной аудиторией. Они все присутствовали, они задавали вопросы, им было интересно. Мы использовали с ними разные активности, и можно считать, что я для пяти тысяч преподавателей задавал очень интересные вопросы. Более того, я получил на них очень интересные ответы, при этом преподаватели разбросаны в семичасовых поясах. Второй интересный момент, который дает цифра, она позволяет структурам ДПО работать абсолютно с любым преподавателем, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Вы больше не сдержаны штатным расписанием, вы не ограничены тем количеством людей, которые работают в университете. Вы можете привлечь любого человека к преподаванию, будь то инстаблогер, либо уважаемый ученый из MIT или с Коколова. Вне зависимости от того, где находится ваш вуз. Я не знаю, почему большинство вузов этого не делают. Законодательно все разрешено. Но какие-то внутренние барьеры, внутренние заборы университетов не позволяют этого сделать. А ведь от качества того преподавателя, которого мы привлекаем, зависит стоимость продаваемого курса. И у вас может быть три похожих курса, которые с разной стоимостью. Одни читаются вашими студентами, вторые читаются вашими преподавателями, а третьи читаются лидерами отрасли. Это три разных курса для трех разных целевых аудиторий. и вы можете их запустить. И контент у них может быть примерно одинаковый. Вторая модель применения цифры в ДПО, которая мне тоже очень сильно нравится, я ее называю фактически пять кликов до покупки. При помощи цифрового инструмента я очень хочу, я уверен, что в ближайшее время мне удастся изменить норматив, но в ближайшее я ожидаю в течение года-полутора, для того, чтобы не надо было собирать с каждого слушателя программы ДПО комплект документов. У нас есть портал госуслуг. У нас там собрано в личном кабинете абсолютно все, включая дипломы. из ФИСФРДО они туда выгружаются. Зачем в университеты продолжают собирать алмуды документов и хранить их 75 лет? Есть для этого госуслуги? Давайте будем брать документы оттуда и выгружать документы туда же. Если кому-то нужна корочка, ее всегда можно красиво распечатать, красиво вручить. Но все остальное может быть абсолютно спокойно там. Третья история называется управление на основе данных. управление программами на основе данных, управление людьми на основе данных, управление преподавателями на основе данных и анализ всех данных по вашему курсу всегда вас может натолкнуть на мысль о том, что данный курс уже умер и привести его больше не надо. Вы можете увидеть по количеству курсов, по количеству набираемых слушателей, делать можете разные выводы. К сожалению, на сегодняшний день мало в каком университете есть аналитики данных, которые работали бы с образовательными данными. Я очень рекомендую из числа ваших студентов поискать таких аналитиков. Буквально вчера мы вместе с ректором Сибирского индустриального университета обсуждая тему ДПО, я откровенно был удивлен и восхищен, услышав от него фразу «Уважаемые структуры ДПО, перестаньте смотреть на преподавателей нашего университета как на основных спикеров программ ДПО. У вас есть прекраснейшие студенты, берите их и работайте». В большинстве случаев студенты являются теми самыми практикоориентированными специалистами, которые со второго, с третьего курса уже выполняют реальные проекты. И это как раз то, чего не хватает современным программам ДПО. Практикоориентированности и уникальность. Коллеги, у меня все. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо. Большое спасибо. Перед тем, как приступить к ответам на вопросы, у меня просьба к участникам называться, потому что у нас ведется трансляция. Во-первых, говорить только в микрофон, и во-вторых, называться перед тем, как называть себя перед тем, как начать. Владимир Царев, у меня вопрос, ответ на который я не очень надеюсь здесь услышать, но ответ, который обнулит все вопросы, которые сегодня обсуждались и будут обсуждаться. Смотреть в душу это здорово, но нужно посмотреть в карман, в кошелек. И вот я сегодня в метро ехал, и общественная потребность в дополнительном образовании выглядит таким образом. Там реклама в метро. Кого приглашают? Водителей трамваев со средней зарплатой 100 тысяч и в Росгвардию. ученых, инженеров, не нужно обществу. И, соответственно, общество им так и оплачивает их работу. Так и есть. Да. Может быть, вопрос-то не в метро эти объявления? А вопрос-то в чем? Вопрос в том, а вот без соответствующей денежной оплаты труда какая мотивация у людей в дополнительном образовании? Замечательный вопрос. Я с вашего позволения на него отвечу. На мой взгляд, любой курс ДПО, который на сегодняшний момент читается, должен приводить к изменению социального статуса человека, либо к изменению оплаты его труда, выражаемой в материальном или в нематериальном активе. Другого варианта нет. Просто нет другого варианта. И второе, предвосхищая, наверное, вопрос, а может быть, его и не прозвучит, что нужно сделать для того, чтобы толковые преподаватели оставались в университете? Это вопрос, который я задаю на протяжении последних двух месяцев разных университетов, и я знаю на него ответ. Нужно за время обучения студентов в бакалавриате и в магистратуре научить его внутри вуза зарабатывать зарплату в два раза выше, чем средняя по региону. Или такую же, какая является средней по его отрасли. Для понимания, средняя зарплата айтишника на сегодняшний день, хорошего айтишника, 300 тысяч рублей. Если университет не создаст условия для того, чтобы хороший преподаватель, работающий в вузе, получал на айти-кафедре 300 тысяч рублей, у нас айтишников готовить будет некому. Просто некому. Это, к сожалению, классика. У нас вуз на сегодняшний день не является заказчиком ни на одной программе ДПО на выпускника и ни на одной программе бакалавриата и магистратуры. Он не выкупает оттуда лучших. Он все делает для кого-то, для бизнеса, для какого-то партнера, для каких-то школ, еще для кого-то. Вуз не является заказчиком на результат обучения. Даже педагогический университет. И пока он не начнет покупать лучших, у нас университеты лучше не станут. У нас там остаются либо ортодоксы, либо по тройному обратному отбору. Извините. А еще? Константин Костюк, Директ Медиа. По контенту, который используется в учебе, цифровая модель призвана делать все эффективнее. И вот эволюцию контента отобразили от книг одной системы к электронным учебникам, книгам, ЭПС в университете упрощения. И, наконец, к интерактивному контенту уже в прямом онлайн обучении. Вот вроде действительно эволюция от низшего к высшему, как говорится, но на самом деле складывается так, что все эти системы при возникновении нового сохраняются. То есть книги бумажные, они все равно 90% составляют электронные. На них уходит время и силы и ресурсы. они просто добавляются к этому. И вот тот интерактивный онлайн-контент он тоже еще добавляется к этому. В итоге мы получаем не эволюцию, где в конце все так быстро и электронно и дешево, удобно, а наоборот какой-то набор конгломерат. Забор. Да, что нам все-таки, как нам усовершенствовать в плане эффективности, а вот просто не настраивать одно на друге. Ну, посмотрите, во-первых, настройка одно над другим не происходит. Мы прекрасно помним замечательные лозунги о том, что кино убьет театр, о том, что электронная почта убьет почту России. Но почта России до сих пор жива, и я думаю, что абсолютно ничего не произойдет. Просто даже появление новых профессий, цифровых профессий, появление новых типов контента, оно не убивает старых. Оно создано на его базе, оно его использует, но использует более эффективно. Не получится его убить, и не надо, наверное, убивать старые типы контента, старые подходы и старые методологии. Мы не убьем книги. Я не знаю ни одного электронного носителя, который позволил бы через 70 лет открыть документ с этого электронного носителя. Если я сейчас принесу перфокарту, мы сможем найти хотя бы одну машину, на которой сможем понять, что там написано. Я уверен, нет. А если мы возьмем книжку с двух или трех вековой давности, мы с легкостью прочитаем, что там написано. Даже на непонятном на сегодняшний день языке. Мне кажется, что здесь не надо абсолютизировать цифру и стремиться абсолютно все замести. Это, наверное, неправильная течения. Я думаю, что даже если мы физически разрушился, хотя нам обещали, что он прослужит 100 тысяч лет. В новых ноутбуках даже некуда вставить компакт-диск. Да, была такая проблема. Мы недавно ездили в Академию Генерального штаба, они потребовали от нас на диске. Мы обыскались просто устройства, на котором надо это записать. Спасибо. И последний вопрос, пожалуйста. Бруева Татьяна, учебный центр Российская государственная детская библиотека. Пожалуйста, расскажите о своем предложении о том, как можно собирать документы через госуслуги и ФИС ФРД. Ну, очень просто. Смотрите, на сегодняшний день, когда вы заходите в профиль на госуслугах, у вас есть вклад подтвердить документы в личном кабинете. Когда вы заходите, там есть подтверждение, в том числе документа об образовании, об основном. Это основной документ, на основании которого происходит зачисление на программу футбол. Механизм точно такой же, как с ЕГЭ у детей. Если вначале собирали сертификаты и брали оригинал сертификата, то в последнее время оригинал уже никто не берет. Университетам это не нужно, потому что есть федеральная информационная система, где по фамилии, имени, отчеству и паспортным данным просто подгружаются, что данный мальчик действительно обладает определенными баллами. Эти баллы попадают в систему университета. Для этого всего-навсего нужен какая-то государственная информационная система по ДПО, которая будет служить этим переходником. Все. Соответственно, у каждой образовательной организации, которая ведет программу ДПО, у нее есть образовательная лицензия. Вместе с лицензией вы можете получать ключик для доступа к этой системе. Больше ничего не надо. Все, спасибо. Мы... Очень кратко. Очень кратко. Просто это тогда мы получали в Москве лицензию, к ним обращаться, чтобы получить этот ключик? Я думаю, со временем, да. Но надо вначале изменить нормативку. У нас нет нормативки, которая бы разрешила вам не ввести сейчас бумажный документооборот. К сожалению. Продолжение следует... Продолжение следует...